Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатий Ищиди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин и эфириум сегодня взрываются, оба актива достигли новых исторических пиков, а весь рынок криптовалют приближается к историческому рекорду в 3 триллиона долларов. Давай обсудим, что происходит и что нас ожидает в будущем. А если ты тут впервые, не забудь подписаться на канал, здесь мы регулярно говорим о криптовалюте. И начнем с быстрого биткоин анализа. Как мы видим, цель этой масштабной фигуры, о которой мы уже не раз говорили, все еще актуальна. Это около 70-71 тысячи долларов. Примечательно, что она совпадает со следующей логарифмической кривой, вот этой. Эту цель я ожидаю уже больше месяца, еще с тех пор, как биткоин пробил вот эту очень важную логарифмическую кривую. Также возьму на себя смелость напомнить тебе о теории базисных точек Джесси Ливермора, мы также с ней знакомились около месяца назад. Как мы видим, цена актива при достижении отметок предыдущей вершины движется пилообразно, прежде чем начинать прорыв вверх. Мы и увидели такое же пилообразное движение цены биткоина вот здесь, прежде чем цена начала двигаться вверх вот здесь. Мы отскочили от этой линии, которая была раньше сопротивлением вот здесь и здесь, а теперь превратилась в поддержку вот здесь. Так что старина Джесси Ливермор не обманывает. Все идет согласно плану, у меня происходящее событие совсем не удивляет, но вопрос, не перекуплен ли биткоин и будет ли он еще расти? На недельном графике биткоина есть ответ на этот вопрос. Крайне любопытное наблюдение. Вот два крайних пика в двух прошлых циклах биткоина. Что в них примечательно? То, что цена биткоина достигла этих пиков, был рано в прошлых циклах, тогда, когда индекс относительной силы достиг своих пиков. Как только индекс становится выше 80 и достигает 90-95 пунктов, это уже намек на то, что биткоин перегрет. Пик цены биткоина и пик индекса равно окончании роста. Здесь, кстати говоря, мы наблюдали очень похожую картину, когда цена биткоина в мае 2021 достигла исторического пика в 65 тысяч долларов. Как мы видим, индекс относительной силы тогда поднимался аж до 95 пунктов. После чего мы увидели вот это падение, потому что цена актива, в данном случае биткоина, была перегрета. Сейчас индекс относительной силы составляет около 70 пунктов, а это значит, что биткоину еще есть куда расти. Сегодня биткоин также установил еще один рекорд. Закрытие недельной свечи оказалось самым высоким в его истории. Похоже, что в будущем это закрытие, вот это закрытие, может оказаться сильной поддержкой для биткоина. Поговорим про рыночную капитализацию всех криптовалют. Здесь тоже есть интересные наблюдения, которыми поделился TechDev, уже известный нами биткоин-аналитик. По его анализу выходит, что капитализация криптовалютного рынка, которая сегодня почти достигала 3 трлн долларов, может метить в 10 трлн долларов в этом булране. Он заметил схожее поведение графика рыночной капитализации криптовалют в 2017 и 2021 годах. И как мы видим, последние движения капитализации очень похожи. Интересно, что даты новых пиков и низов тоже совпадают. Например, 15 июля 2017 года был низ после коррекции. Такой же низ мы наблюдали 20 июля 2021. Затем был новый пик цены биткоина 5 сентября 2017 и 7 сентября 2021. Почти совпали, не так ли? Следующий низ уже случился 20 сентября 2017 и 22 сентября 2021. Очень-очень похожее движение и если это будет повторяться и впредь, то мы можем увидеть около 10 трлн долларов на пике, что почти сравняет рынок криптовалют с рынком золота. На самом деле, учитывая то, что сейчас рыночная капитализация около 3 трлн долларов, для того, чтобы достичь 10 нам нужно где-то 3,5 икса. Что вполне себе реалистично. Это же 3,5 икса, а не 3500 иксов. Многие альткоины наверняка могут сделать и больше иксов, такие как Аваланч, Космос, Полкодот, Кардана, Игровые, Токены и так далее. Аваланч, кстати, уже дал нам 3 икса, достигнув нового исторического пика в 90 долларов. Если мы посмотрим на индекс альткоин сезона, то тоже увидим интересную картину. Напомню, что если он падает ниже 25, это хороший шанс покупать альткоины. Но если он растет выше 75 и тем более достигает почти 100, то это уже хороший повод задуматься о продаже. Чем выше этот индекс, тем больше шансов, что конец альткоин сезона близок. Сейчас мы находимся на отметке 65 пунктов, а значит альткоинам, как и биткоину, все еще есть куда расти. Как вообще выглядит растущий цикл криптовалюты? Это очень полезная информация. Не просто интересная, но полезная. Ее можно использовать для того, чтобы получать прибыль на этом рынке. Растущий цикл включает в себя 4 фазы. Первая фаза – это рост биткоина. Деньги текут сначала в главную криптовалюту, и я думаю, что именно поэтому биткоин продолжит расти. Модель Stock to Flow для биткоина предполагает пик биткоина в 130 тысяч долларов. Это первая фаза. Вторая фаза – это когда капитал перетекает в эфириум. И это то, что мы уже начинаем видеть сейчас. Эфириум достигает уже почти 5 тысяч долларов. Во второй фазе эфириум даже может превзойти биткоин по доходности. Третья фаза – это взрыв альткоинов с большой капитализацией. В основном это блокчейны первого поколения. Cardano, XRP, Avalanche, Solana – все, что имеют капитализацию более 10 миллиардов долларов. Они начинают пампиться уже после эфириума. И, наконец, четвертая фаза. Четвертая фаза – это пампы криптовалют с маленькой капитализацией. Здесь пампы могут быть просто сумасшедшими. Тысячи иксов. Пример такого пампа – это Shiba Inu, Sandbox, Decentraland и так далее. Эти четыре фазы постоянно происходят на рынке. Нужно за ними следить, чтобы успевать получать из этого выгоду. Переходить из биткоина в эфириум, из эфириума в большие криптовалюты, из больших криптовалют в мелкие. Несмотря на то, что капитализация криптовалютного рынка бьет рекорды, а биткоин достигает нового исторического пика, его хешрейт все еще не восстановился до отметок, которые были вот здесь, до запрета майнинга Китая. Однако мы наблюдаем практически V-образное его восстановление и, скорее всего, в ближайшем будущем мы преодолеем новый исторический пик хешрейта биткоина. Это хорошие новости для биткоина и его сети. Еще один крайне позитивный момент для главной криптовалюты, который может привлечь деньги в биткоин сейчас на твоем экране. Рынки S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, все они топчутся на месте сегодня, даже немного теряют свои ценности, в то время как биткоин растет. Именно поэтому существует вероятность, что управляющие активами могут заметить это и подумать, надо бы побольше разместить в биткоин. И в этом есть смысл. Так что мы можем ожидать покупки биткоина инвестиционными фондами. Это уже намекает нам на то, что биткоин все же может потенциально отвязаться от фондового рынка и перестать повторять за ним. Это было бы очень-очень хорошо для криптовалюты. Если фондовый рынок продолжит топтаться на месте, а биткоин будет расти, как думаешь, что будут делать ребята с Уолл-стрит? Они начнут покупать биткоин. Это может привести к массивному притоку денег в криптовалюту. Кроме увеличения спроса, нужно учитывать и рост дефицитности биткоина. Это график резервов биткоина на бирже. Мы видим, что резервы биткоинов продолжают падать, что приводит к его дефициту. Повышение спроса при этом равно рост цены. Эфириум, кстати говоря, в этом плане поражает еще больше. Падение его резервов практически отвесное. Интересно, что за последние 30 дней эфириум несколько раз ставил рекорд, когда за день сжигалось больше монет, чем создавалось. Фактически, предложение эфириума не росло, а уменьшалось. Биткоин так не умеет. Чем больше будет активность в сети эфириума, тем ярче будет дефляционный эффект, что повышает ценность эфириума. Кроме этого, количество эфиров, залоченных в стейкинге NFT и DeFi, продолжает расти. Сейчас оно достигло исторического пика, и это тоже влияет на дефицитность эфириума. И цена его уже почти 5000 долларов. Поэтому, я думаю, 15 тысяч долларов за эфириум в будущем, это вполне реально. Конечно, это не означает, что он будет стоить столько уже завтра, но в будущем вполне реально, хоть кто бы что не писал. И, наконец, хочу поговорить про Илона Маска. Этот человек сделал рекордные прибыли в этом году. Он заработал больше, чем у Орен Баффетт за всю свою карьеру. Теперь он спрашивает, стоит ли продавать акции Тесла и фиксировать прибыль, уплатив при этом налоги. Почему-то он переименовал себя в Lord Edge. Не знаю, кто это такой, если честно. Вот его опрос про продажу акций Тесла. Акции Тесла сейчас на рекордных ценовых отметках. И большинство людей проголосовали, что надо продавать. Интересно, что уже после этого акции Тесла начали немного падать, упали на 9%. А биткоин в это время, наоборот, растет. Возможно, Илон Маск уже начал продавать их и покупать биткоин. Кто знает. Но совпадение странное. Об этом, кстати, говорит и директор микростратегии Майкл Сейлор. Он предположил, что после уплаты налогов с продажи акций, какую-то часть прибыли Илон Маск может вложить в биткоин. Если Илон Маск продаст 10% своих акций Тесла, как он написал в своем опросе, это будет около 30 миллиардов долларов. Если он оплатит с них налоги, у него все равно останутся десятки миллиардов долларов. Зачем ему этот кэш? Он вполне может купить биткоин для диверсификации. И эта покупка станет больше, чем вся микростратегия купила за все свое время. Сейчас микростратегия владеет биткоинами на сумму 7,6 миллиарда долларов. Илон Маск одним движением может купить больше, чем все инвестиции микростратегии. И поэтому эта покупка будет очень значительной, ведь она сделает Илона Маска крупнейшим держателем биткоина. Это тоже может произойти. Очень много всего хорошего происходит в мире биткоина. И закончим тем, о чем мы когда-то шутили. Что ж, дошутились. Теперь это реальность. Это новая тенденция, которая никуда уже не денется. Новый мэр Майами хочет получать зарплату в биткоинах. Вслед за ним и новый мэр Нью-Йорка также заявил о таком желании. На этом канале с 2017 по 2020 мы только и делали, что накапливали биткоин. Каждый месяц мы покупали на фиксированную сумму, несмотря на курс. На каждой большой просадке мы, несмотря ни на что, покупали. Мы верили в биткоин. И как оказалось, не зря. Мы накопили, сколько смогли. А в конце 2021 года внезапно политики уже начинают получать зарплату в биткоине. Но разве это не намекает нам на то, что в будущем цена биткоина будет гораздо больше, чем 70 тысяч долларов? Я уверен, что это только начало. Но уже сегодня мы, те, кто накапливали биткоин в 2018, 2019, когда все боялись криптовалюту, когда ее никто не покупал, биткоин стоил 3000 долларов, 4000 и все тряслись от страха. Мы покупали. Сегодня мы с тобой получаем все то, ради чего не сдавались все эти четыре года. Я очень рад, что кому-то однажды смог помочь пройти этот тяжелый медвежий рынок. Кому-то я смог помочь не слиться раньше времени. И сегодня он меняет свою жизнь кардинально. Я очень за тебя рад. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. Подписывайся на канал. Телеграм, ссылка на который в описании. Подпишись. Господи, что я несу. Короче, увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok